Конечно, её присутствие на соревнованиях в составе сборной России – это очень важный фактор. Она, причём я знаю, что она далеко не эгоистка. Она помогает своим подругам по команде во всех смыслах, отношениях. И психологически подсказывает, подбадривает, и что-то подсказывает технически. И она, несмотря на то, что выступает сама одновременно, она, так сказать, действительно настоящий капитан команды. Вот это мне тоже очень нравится, её качество. Каталина Панор, прошу прощения, Каталина Панор скромно положила букетик на ковёр, в ожидании получить ещё заслуженное, а именно второе, третье место. Дежавю, да? Это новина Панор. Практически хобби, туда и обратно. Молодец. Самая опытная, самая высокая среди финалисток. Вообще, для гимнастки она очень высокая. А сколько она стоит рост? Вот, любопытная. Давайте посмотрим. Метр шесть. Ну, 156. Нет, это... 156. Да что вы говорите. А вы знаете, телевизионная картинка, она очень обманчивая в этом смысле. Да, она смотрится ещё высокая. Ну, плюс сейчас её строение, конституция тела немножечко такая, что, да, шейка длинненькая, и кажется, что она высокая, а оказывается, она даже не метр шестьдесят, да. Ну, для гимнастики это нормальный такой, средний рост. Да, интересно. Ну, для сравнения, тоже высокая Штайнгрубер, сто шестьдесят. Метр шестьдесят всего лишь. Казалось бы, да? Да, 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 да. И да, у неё, если уж мы пошли по весу расстану, сто пятьдесят восемь, тоже. Да, примерно одного роста, да. Плюс-минус. Да, да, да. Да, это, конечно, не Хоркина, метр шестьдесят четыре, метр шестьдесят. О, она на фоне смотрелась просто гигантно. Наши гимнастки, да, высокие. Двукратная чемпионка Европы здесь, в Берне, Швейцарии. Жуна Штайнгрубер, которая своим поклонникам представления закатила на славу и показала то, что здесь дома, здесь на европейском уровне у неё соперников не ту в 2016 году. Хорошая заявка на Олимпийские игры, хорошее настроение перед Олимпиадой. Время чуть-чуть, может быть, подшлифая, подчистить собственные программы и вперёд к Олимпийским. Ну, победам, не победам, так как спортивное счастье ещё раз судит. И причём поговорка «Родные стены помогают» к ней не так уж и очень относятся. Конечно, они поднимали настроение, но её никто не тянул за уши, ни судьи, ни никто, а кроме судей, кто ещё? Она заслужила эти два за уши, что вот это очень важно. То есть это для неё был стимул, и она воспользовалась этим, вот это очень важное качество. — Согласен с моим целиком. Судейство, в принципе, если убрать некие шероховатости... — Достаточно объективно. — Ну, довольно объективно, назовём так. Я бы не сказал, что прям идеально. — Жалко. — Мельникову жалко. — Мельникову поджали, Спиридонову поджали на брусьях всё-таки. Ну, то есть вот здесь... Ну, я не могу сказать, что какие-то вопиющие вещи там. Ну, глобально, да. — Да, чемпионки мира на брусьях Спиридоновой не позволили стать на высшую ступень пьедестала. — Прошлые дали. — Да, как-то тоже, действительно. Могли бы дать, могли бы. — Игиб на Швейцарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, золото и два серебра сегодня, и одна бронза, и золото вчера за командное первенство. Неплохой урожай. Я ещё хочу вот о чём сказать, что напомнить о том, что здесь параллельно проходит чемпионат Европы в середине Орак. И там сделали сначала наши девушки дубль, победив их в команде и в абсолютном первенстве. У них абсолютное первенство, личное многоборье тоже разыгрывалось. И они ещё выступают в отдельных видах, причём на всех четырёх. Это следом сейчас завершатся выступления. Вот они уже завершились у взрослых и затем выступать в финалах. Я просто скажу, что на всех четырёх снарядах выступают наши девушки. Причём по две участницы только в опорных прыжках. Одна Ерёмина победительница в абсолютном первенстве. На брусьях две Ильянкова и Перебеносова. На бревне та же Ильянкова и Ерёмина. И Ерёмина в третий раз выйдет в этот день. Сегодня на вольных упражнениях она будет выступать с Перебеносовой. Ну что, и на этом наша трансляция чемпионата Европы, командам чемпионата Европы по спортивной гимнастике завершены. Для вас работали. Комментаторы, мастера спорта Александр Бармин и мастер спорта Дмитрий Бобцов. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом.